Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Я не буду читать весь ваш текст, вот, хотя и понимаю, что вы его написали не просто так. Вот, я зачитаю только ситуацию, которую вы описали, вот, и может быть по ходу своего ответа буду как-то обращаться к тому, что вы написали долг. Родители. Мужик в юбке, любит рулить, занимает позиции начальника, пытается им быть вместе со мной. Недалекое отсутствие интеллигентности и интеллекта, но умеет делать деньги. Мальчика я за два месяца подняла до пятёрки, за четверть много с ним потрудилась, приезжала из Нековграда, чтобы приготовиться к четвёртой контрольной. Да, это моя работа, я ждала хотя бы спасибо, а она задала такой вопрос. Ну, у них новая учительница, хочет произвести ей впечатление, наверное, поэтому у моего сына пять за четверть. Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать, от такой наглости меня учились от Визы, я смогла только ответить, что просто пять просто так-то красивее глаза не ставят. При этом именно ей я после каждого урока показывал распечатки контрольных тестов, показывал ошибки сына, вместе думали, как взаимодействовать с новой учительницей. Ощущение, что перестаралась, нужно было вести себя строго, по-учительски у меня очередь. Ученики ждут моего ответа, но я не могу взять это график, а тут я просто в шоке. Также меня вознищает безалаберность и безответственность, да, я отвечу, да, я напишу, проходят сутки, а вы к нам не приедете? Я говорю, нет, вы обещали написать сами, причем я ставлю границы, говорю, что работаю только в таком режиме. Но ночные сообщения решить домашку не отвечаю, наступая в другую день, она прикидывается дурочкой и отдыхает, что у нее много работы. Планирую расторгнуть отношения. Объясните мне, что я делал не так, чтобы проработать, воспринять ее, как учителя, и опыт, и забыть. Что вы делали не так? Почему вообще вопрос ставится таким образом, что вы что-то делали не так? Нет, ну, можно, конечно, при желании, как бы, докопаться до чего угодно, можно докопаться и до вашей модели поведения, сказать, например, что, ну вот, не надо было, например, ходить к ней с распечатками, да. Показывать и все вот это. После каждого урока. Показывать ошибки сына, распечатки. Вместе думать, как взаимодействовать с новой учительницей. Потому что, на мой взгляд, на мой лишь взгляд, думать о том, как взаимодействовать с новой учительницей, это не ваша задача. Но, может быть, я ошибаюсь, да? Но, в любом случае, можно докапываться. Только я вот, например, склонен думать, что все вы делали так. Профессионально, качественно, на высшем уровне. Вы знаете, мне показалось, что мама обесценивает своего сына. Мне показалось, что она не признает того факта, что он может быть способен учиться на пятерке. Она это не признает. Она не готова признать, что ее сын способен так же, как не готова признать, что вы можете быть настолько же профессиональной, насколько автором. Она себя так считает, таковой считает только по той причине, что умеет делать деньги. Ну вот, есть такие люди, которые умеют делать деньги, считают, что они суперпрофессионалы. Причем во всем. А если человеку не интеллектуальному, не интеллигентному, личностно незрелому признать кого-то равным себе, такой человек не сможет быть на равных. Такой человек будет смотреть снизу вверх. И родители это знают. Свою такую черту. Она не может быть на равных. Она может только смотреть либо сверху вниз, либо снизу вверх. Опыт позиции снизу вверх у нее, судя по всему, был достаточно негативный. Достаточно серьезный. Теперь она не хочет больше. Больше так. И никого не может воспринимать как равного себе. Не может признать чьи-либо заслуги. Даже своего сына. Все очень печально. И правда в том, что вы этого не измените. Я не знаю, вы об этом не писали, но доводилось ли вам раньше столкнуться с такой ситуацией, когда ребенку нанимают репетитора только для того, чтобы подчеркнуть его неспособность учиться. Не чтобы научить, а чтобы подчеркнуть неспособность учиться. Вот это очень похоже на родителя, которого вы описываете. И мне кажется, что либо такого у вас не было, либо не было вот настолько завуалированного. То есть я уверен, что вы сталкивались с тем, когда родитель через учебу пытался дискредитировать своего ребенка. Но вот с такой формой, вероятно, нет. Дальше. На что я еще бы обратил ваше внимание? Ну вот вы сами пишите. Недалекое отсутствие интеллигентности и интеллекта. Пишите вы. Дальше. Я ждала, хотя бы спасибо. Ну вот ответ на ваш вопрос зависит от того, насколько вы сами верите в то, что от человека, которого вы описали вот так, можно ждать спасибо. Спасибо. По моему опыту, не интеллектуальные и не интеллигентные люди, недалекие люди, да? Не говорят спасибо. Не говорят. Не говорят. Не говорят. Потому что спасибо для них означает принизиться. Опять же, признать чьи-то заслуги. И вот если вы верите в то, что от такого человека можно ждать спасибо, то ну да. Вы имеете полное право возмущаться, вы имеете полное право, ну вот как бы, как вы пишите, что он портит своей тупостью. Я правда не понял, что он портит своей тупостью, но тем не менее, ну то есть, как бы вот вы как-то не написали о том, да, как именно вас это задевает. Вот. Но тем не менее, тем не менее, тем не менее. То есть, либо вы пересматриваете, пересматриваете вот свои, свои ожидания, либо вы соглашаетесь на то, что вас это будет бесить. Потому что вы будете сталкиваться с тем, что люди определенного типа вас не будут благодарить. Это нормально. Будут ставить в заслугу, как бы, то, чего вы добились не вам, а вот в какие-то обстоятельства. Вот. Это такой момент. Следующий момент. Вы пишете, значит, так, вы пишете, что она вас возмущает, сейчас я найду, вот, вы пишете, возмущает ее безалаберность и безответственность. Вот смотрите. Здесь какая штука? Здесь штука в том, что, вот, что есть возмущает. Понимаете, если вы в возмущение вкладываете, ну, какое-то вот непринятие, да, определенной модели поведения человека, ну, это ваше право. То есть, знаете, как бы, ну, возмущаться от поведения пьяного человека, который среди ночи орет и, там, бедокурит, да, что-то разбивает, гремит. Это нормально. Нормально. Нормально испытывать возмущение. Возмущение. Другой вопрос. Что вы с этим возмущением будете делать? То есть, в случае с примером, который я привел, мы же здесь, как бы, можем человека призвать к порядку, в том числе и через какие-то рычаги давления. В вашем случае таких рычагов у вас нет, потому что она клиентка, вы, соответственно, специалист. Не то чтобы я считаю, что клиент всегда прав, но, тем не менее, клиент вполне имеет право вести себя так, как он привык, как он хочет, да. То есть, клиент не обязан, как бы, со специалистом, ну, общаться вежливо, если он, в принципе, ни с кем, например, вежливо не общается, да. Вот. Но правда в том, что вы-то можете считать по-другому. Вы можете считать, что у вас не должно быть клиентов безалаберных и безответственных. Если вы так для себя решите, что вот с неинтеллигентными, неинтеллектуальными людьми, грубыми людьми, которые пускай и умеют делать деньги, но все равно вот они такие, да, я работать не буду. Потому что эти люди попирают мои ценности, эти люди попирают мои идеалы, эти люди не разделяют со мной, например, мои взгляды, да, о том, каким должно быть культурное общение. Вы для себя это решаете. Все. И больше с такими людьми вы не контактируете. А если вы, как бы, решаете, что окей, это моя работа, я не смотрю на то, какой клиент, то да, вам придется, ну, мириться с тем, что вас это возмещает. Вот. Вот. Вопрос в другом. Это возмещение на уровне ваших ценностей или это возмещение на уровне вашей ценности самой, себя, своей? Если вас это возмещает на уровне ценностей, то это вопрос к вашей толерантности, терпимости. Если вас это возмещает на уровне своей ценности, это вопрос к, про доказывание чего-то, про доказывание своей профессиональности, своей состоятельности, своей эффективности и так далее. Понимаете? А вот вы пишете, значит, ощущение, что перестаралась, нужно было вести себя строго и поучительски. У меня очередь, ученики ждут моего ответа, я не могу взять это графика, а тут я просто в щеке, пишете вы. То есть вы перестарались. Вот. Понимаете? Вы, возможно, будете не согласны, но то, что вы перестарались, это также нарушение личных границ. Только личных границ не внешних, а внутренних. Вы же почему-то перестарались, вы же почему-то сделали больше для, например, этой женщины и ее ребенка, чем обычно. Да? Значит, в какой-то момент вами двигало уже не профессиональное поведение, а какое-то другое чувство. И вот это чувство, не связанное с реализацией вашей профессиональной деятельности, ну, я бы сказал, вызывает этот самый шок. Вот. Я не знаю, что это за чувство, я не буду предполагать, но, тем не менее. Как-то так я бы мог, ну, я бы мог вам ответить. Вот. А дальше хочется вас спросить, для чего вы написали первую часть своего текста? Ну, понимаете, как бы, если вы просите разобрать конкретную ситуацию, да, то, ну, вы бы просто начали бы вот с этого момента, со слова кратко. И все. Но вы предпочли написать текст перед этим, который формально к делу не относится. Но вы его написали. Как бы, вы пишете, например, я знаю, кто я есть, мне лишняя похвала не нужна, но если благодаря, все равно приятно. Я хорошо владею психологиями, личностными отношениями, закончила педагогический университет, там психология шла рука об руку с педагогикой, энерофизиологией, но в данной ситуации запуталась, не могу помочь самой себе. То есть, смотрите, как будто бы здесь история про то, что вы говорите про свой профессионализм и про свою реализованность. То есть, перечисляя свои заслуги, перечисляя свой профессиональный путь, демонстрируя нам свой профессиональный путь, вы как бы говорите о том, что ситуация серьезная, ситуация исключительная. Раз вы с ней сами справиться не можете, но, как мне думается, нет корреляции между тем, насколько вы профессиональны и тем, что ситуация исключительная. Корреляции здесь нет. Я думаю, что... Испытывать шок, растерянность, какую-то такую человеческую форму отвращения, может быть, к поведению, к поступкам. К словам, к отношению, абсолютно нормально. Я думаю, что вы просто не думали, что кто-то из ваших клиентов сможет повергнуть вас в шок, дать чувство растерянности, возможно, лишить чувства контроля. Ненадолго, ненадолго, но, как-то вот, на вас повлиять. И хочется вам сказать, что это нормально. Хочется вам сказать с некоторой грустью, что это еще будет повторяться. Это не единственный опыт и не единственный раз, когда люди будут повергать вас в такое состояние. Мне показалось, что вы боретесь с этим состоянием. С состоянием шока, растерянности, возмущения. Мне кажется, что вы пытаетесь найти какие-то основания для того, чтобы испытывать эти чувства. Но они вам не нужны. Вам не нужны основания, вам не нужны аргументы. Вы имеете право испытывать шок, испытывать отвращение, испытывать возмущение. Вы имеете право. Мне кажется, что если вы не будете бороться со своими переживаниями, а напротив будете рассматривать то, как вы могли бы с ними обратиться, Ваша профессиональная деятельность станет еще более приятной. И в этом ключе мне бы хотелось задать вам один вопрос. Это просто вопрос, который ни на что не намекает, который просто направляет вашу мысль в определенную русло. Как вы думаете, когда вы пишете, что пять просто так за красивые глаза не ставят? Вот этим ответом, как вы думаете, вы обратились со своими чувствами так, как вам хотелось? Или нет? Или нет? Как вы думаете, про себя ли вы сказали, говоря об этом? Или нет? Вот. Хочется задать вам такой вопрос. После такого ответа, было ли у вас ощущение, что вы выразили то, что почувствовали? Почувствовали вы, наверное, возмущение? Почувствовали вы, наверное, ну вот, значит, то, что вы писали. Да, наглость и так далее. Я бы предположил, что, вероятно, вам приятные слова нужны несколько больше, чем вы об этом пишете. Я бы предположил, что с учетом того, насколько сильно, мощно, судя по вашему описанию, вы вкладываете в свою работу, вам хочется приятных слов и похвалы несколько больше, чем вы об этом пишете. И было бы неплохо это признать. Но, вы можете спросить, Андрей, а как это относится к моему вопросу? По моему мнению, когда человек признает в себе потребность в похвале, приятных слов, приятных, потребность в приятных слов, да? Когда человек признает это в себе, он способен вполне открываться на похвалу, не зажимать свою ответную реакцию на это, напитываться ею, наполняться ею и тем самым легче переносить вот такие моменты. Моменты наглости, моменты шока, когда у вас есть ощущение, что, блин, ну как же так, я столько для тебя сделала, а ты говоришь, что это из-за другой учительницы. При этом само собой неприятное чувство не уйдет. Но вот шока, скорее всего, не будет. Как-то так, я думаю, можно ответить на ваш вопрос. Последнее, что мне хотелось бы сказать, это то, что в вашем тексте встречается, ну как минимум два разочарования. Первое разочарование, это разочарование клиентом, второе разочарование, это разочарованием экспертами. Когда человек разочаровывается, это свидетельствует о том, что он не замечает реальное положение вещей, а скорее опирается на свои ожидания. И мне думается, что ваши ожидания свидетельствуют больше о том, чего хотите вы сами, о вашей потребностной сфере. Но мне также думается, что ваши ожидания не имеют никакого отношения к реальному положению вещей и людям, которые дают вам обратную связь. В этом смысле и эксперт, и клиент ваш находятся в одной лодке. То есть, иными словами, вы смотрите на то во взаимодействии с ними, что вы от него ждете. Но не то, не на то, что из себя человек представляет, и что он на самом деле реально может вам предложить. Ну, например, в случае клиента я уже сказал, что реально человек, которого вы описали, может предложить только такую реакцию, ни больше, ни меньше. Ваше шоковое состояние связано именно с тем, что в нем, видимо, вы разрешаете себе быть недовольным. Вы разрешаете себе что-то откровенно не принимать. Я бы сказал, что вы разрешаете через расторжение договора, ну, не принимать клиента, например. Понимаете, шок, шоковое состояние, шоковое состояние, это всегда для чего-то. Человеку необходим шок, чтобы что-то сделать. Например, чаще всего шоковое состояние необходимо для того, чтобы справиться с суперстрессовой ситуацией. Да, если бы не шоковое состояние, ну, человек мог бы, например, сойти с ума. Вот. А через шок человек отключается и как-то вот сохраняет свою психику. Здесь шоковое состояние позволило вам признать, что больше вы с этим клиентом дело иметь не хотите. Но я более чем уверен, что подобное чувство возникло у вас и раньше. Но вы от него отмахивались. В случае же с экспертами ситуация заключается в следующем, что на самом деле большое количество специалистов в области психологии до сих пор придерживаются позиции, что все проблемы из детства. Это реальность, в которой мы живем. Нравится нам это с вами или нет. Но вы испытываете разочарование. Понимаете, разочаровываться неплохо. Разочарование – это хорошо. Первое, что я делаю в своей работе, я сталкиваю человека с разочарованием. Потому что, когда я разочаровываюсь, я начинаю видеть реальный мир. Как вы относитесь к своему разочарованию? Как к чему-то, чего быть не должно? Или как к возможности изучить и следовать окружающего? На этом все. Желаю вам всего самого доброго. Удачи!